Правила в Google меняются с каждым днем. Нужно приспосабливать свое SEO к новым тенденциям. В этом видео я расскажу, как поднять свой сайт с топ-10 на топ-1 и дать это будет гайд про расширенные сниппеты. Как их получить, что это такое, как туда попасть, как оптимизировать текст. Все это будет в нашем видео. Меня зовут Николай Шмычков, это канал SEO Quick. Поехали! Действительно, SEO очень сильно изменилось с далеких дремучих годов, когда только-только Google стал на русском языке. Мы можем сказать, что выдача очень сильно изменилась. В выдаче появились новые элементы и с каждым днем появляется все больше и больше новых. В частности, не так давно появилось такое понятие, как расширенный сниппет. Итак, разберем же, что это такое. Расширенный сниппет – это такой элемент выдачи, который выводит специализированный ответ на запрос в специальном блоке над выдачей. Он выводится чаще всего на первом месте, за исключением, если выводится над этим реклама Google Ads. На самом деле, расширенных сниппетов существует огромное количество видов. Но ключевыми являются как раз определение, список, таблица и чек-лист. Давайте разберем их все отдельно. Расширенный сниппет определения выглядит так. И в первую очередь он напоминает собой ответ в виде простого текстового блока. Например, чаще всего выделяется жирным определение, которое вы ввели в поиске, и выдается непосредственно само ключевое определение. Обратите внимание, что в этом тексте нет воды. Практически весь текст написан очень сухо. И это является первым ключевым моментом. Ключевых моментов будет много в этом видео, поэтому, друг, не забудь подписаться на наш канал, если ты до сих пор этого еще не сделал. И не забудь нажать на колокольчик, чтобы следить за выходами новых видео на нашем канале. Второй тип расширенных сниппетов может формироваться в формате списка. И списки бывают чаще всего ненумерованные. И ненумерованные списки тоже можно получить в виде расширенных сниппетов. По определенным типам запросов появляются именно расширенные сниппеты, ненумерованные списки. Также может формироваться так называемый чек-лист «нумерованный список». Они могут иметь так же, как картиночку рядышком, могут ее не иметь. Ну, ненумерованные списки и нумерованные списки выглядят практически похожими, находите вы или нет. Но чаще всего в нумерованных списках количество элементов невысокое и зависит от количества контента. Если же количество элементов в списке большое, то чаще всего это перечисление однословных каких-то пунктиков. Если каждый пункт достаточно длинный, то обычно их количество гораздо меньше. Ну и недавно в выдачу начали штурмовать такие элементы, как таблицы. И это теперь действительно оружие в руках интернет-магазинов, потому что таблицы начали работать и выводиться в выдаче по простым запросам, связанных с ценой. Раньше выделились и по характеристикам, но с ценой таблицы стали попадаться мне чаще. Поэтому поднимаем наши старые кей-коллекторы, собираем все запросы названия товара плюс слова «цена», возможно, ваш расширенный сниппет находится где-то там. Что нужно знать про расширенные сниппеты? Издание Stone Temple обнаружило, что за 30% из почти 1,4 миллиона запросов в поиске расширенные сниппеты представляют как раз именно эту долю. Интересный факт. Издание Stone Temple решило подсчитать, сколько же запросов попадает в расширенные сниппеты. И это оказалось действительно гигантским числом. Практически 30% из анализируемых запросов, а они проанализировали почти 1,4 миллиона запросов, имели расширенный сниппет. И самое забавное, что когда они анализировали эти запросы в ретроспективе, их доля росла на 19% каждый год. То есть, можно сказать, что количество запросов расширенных сниппетов неуклонно растет. Почему это происходит? Скорее всего, это влияние искусственного интеллекта, нейросети. Того самого BERT, теперь недавний MAM. Именно наличие BERT и MAM влияет на возможно расширенную работу этих сниппетов. Потому что буквально введение этих двух алгоритмов очень сильно ускорило появление расширенных сниппетов повсюду. Если же мы решим проанализировать в серпстат семантику, которая попадает в расширенные сниппеты, мы удивимся. Все расширенные сниппеты всегда имеют топ-1. Всегда, без исключений. Поэтому, если вы хотите топ-1, помните, поймать расширенный сниппет – это получить топ-1 по очень вкусному ключевому запросу. Я буквально два года назад проводил масштабное исследование кликабельности. И я исследовал кликабельность в зависимости от наличия расширенных сниппетов. Статеечку можете перейти по ссылочке здесь, она сейчас появится в аннотации. И вот здесь, в этой статеечке, я рассказывал очень интересные факты. Обратите внимание на график. И на этом графике вы можете увидеть, что запросы в топ-10 мы брали для исследования. И брали трафик за три месяца. И брали запросы с трафиком, где, ну, то есть запросы, в которых есть трафик. И в этой диаграмме, самое забавное, мы изучали клики и CTR. В этом графике вы видите клики. И посмотрите внимательно, там, где не было сниппета в расширенной выдаче, сайты, которые мы анализировали, расширенный сниппет, собственно, не имели. И здесь, если вы видите, не было никакого сниппета в выдаче, кликабельность была у нас прекрасная. Мы даже, более того, проанализировали топ-3 и график формировали. И там кликабельность была еще выше. Ну, логично. Поэтому, если смотреть трафик по топ-10, где нет сниппета, он высокий. Если же выводится трафик, допустим, с иконками видео, люди пропускают чаще всего видео. Томнелс – это иконка видео, когда появляется сбоку. Не видеоблог, а именно отдельная иконка. И вот большое также количество кликов собирали запросы там, где люди искали какие-то инструкции. Логично, потому что там, в основном, выстреливали наши статьи в блоге. Но самое интересное следующее. Когда мы взяли запросы в топ-10 и решили проверить CTR, стоило появиться любому расширенному сниппету в выдаче, а мы тут рассматривали наличие контекстной рекламы, наличие контекстной рекламы сверху. То есть, как вы понимаете, да, то есть, любые варианты, там, топ-сторис, это, собственно, сам расширенный сниппет, people also ask, то есть, мы решили посмотреть. И здесь, на этом графике, вот, просто обратите внимательно, на этом графике вы можете увидеть, что кликабельность запроса без сниппета превышала 15% практически. То есть, она, нет, доходила до 15% с Avro. Но у запросов в топ-3 она далеко превышала это число. То есть, мы искали запросы буквально 2 года назад, там, где расширенных сниппетов, любых элементов выдачи нет. И искали, таким образом, контент с точками роста, где можно зацепиться. Это, таким образом, мы искали контент с низкой конкуренцией. То есть, мы знали, что там нет кликабельности, и даже если ему что-то будем продвигать, оно не будет получать трафик. Я так говорил 2 года назад. Теперь же все поменялось. Вы скажете, а что поменялось? Ведь 0,3% кликабельность запроса, если в выдаче есть чужой расширенный сниппет. Как тут быть? Что тут делать? Как продвигаться? Ну, а что делать, если сниппет ваш? Если вы получили расширенный сниппет. И я с этим столкнулся, когда начал анализировать сайты типа HubSpot и других аналогичных сайтов, которые имеют гигантский трафик именно с расширенных сниппетов. И начал анализировать их контент, который его получают. И заметил, что реально не весь контент получает расширенный сниппет. И здесь принцип Парета работает еще жестче. То есть, тут далеко не 2080, а еще меньше для полезного контента это число. И на самом деле, Google показал, что он начал бороться за чистоту контента. Он начал бороться с индексацией. Обратите внимание, November Car Update, тот самый апдейт, покосил очень много сайтов. И покосил сайты, у которых чаще всего имеется огромное количество лишних мусорных страниц. При этом сайты с аккуратным количеством контента, с нормальной индексируемой страничкой, легонечко, но пошли вверх. То есть, он начал бороться с сайтами, которые злоупотребляют индексацию, злоупотребляют контента, ведут спамный контент, создают пустые странички. Поэтому я в прошлом видео и рассказывал, как бороться с этими зомби. Ссылочка на видео появится сейчас где-то здесь. Но мы же должны и работать со здоровым контентом. Так вот, а что делать, если сниппет ваш? Так вот, согласно большущему исследованию Simrush, уже в 2018 году, 41% ключевых запросов выводят расширенные сниппеты. То есть, это у них такое получилось гигантское исследование, где они нашли, что 41% запросов вы получаете расширенный сниппет. И у контента с расширенным сниппетом кликабельность в два раза выше, чем у обычного запроса в топ-1. В два раза. Просто задумайтесь, какая там кликабельность. Вы можете написать одну всего лишь статью. Просто одну статью. И эта статья может за счет одного расширенного сниппета просто дать вам кучу трафика. Таких статьй мы для наших клиентов написали много. Мы разгадали этот секрет. Задумайтесь только. Одна статья, одна страница по одному ключевому запросу может получить расширенный сниппет и дать вам гигантское количество трафика. Просто гигантское. Если вы грамотно оптимизируете свой контент и получите этот расширенный сниппет, просто посмотрите сейчас на эти цифры. Какие цифры может дать одна статья? Просто подумайте. Одна статья может дать какое количество трафика. Ну и поехали непосредственно. Как это готовится? Как получить тот самый расширенный сниппет? Сейчас будет инструкция, которой вы сможете легко пользоваться и улучшить контент на своем сайте. Итак, поехали. Итак, первый пункт инструкции по сбору семантики для расширенных сниппетов. Во-первых, соберите запросы, которые их генерируют. Вроде бы просто. Да, действительно просто. Вы можете воспользоваться инструментарием, который есть уже сейчас доступен для каждого. И стоит, возможно, недорого. Также промокод будет указан в ссылочке в описании. Поэтому вы можете воспользоваться серпстат, в котором можно найти как раз тот самый способ поиска расширенных сниппетов. Для этих целей обязательно зайдите в серпстат, выберите фильтр и в фильтре выберите, чтобы показывались только ключевые слова, которые генерируют расширенный сниппет. И именно здесь и кроется весь секрет. Попробуйте собрать всю семантику, вбивая нужное слово и фильтруя только те запросы, где расширенный сниппет присутствует. Как найти те самые запросы для расширенных сниппетов? На самом деле существуют определенные лайфхаки, о которых знает любой SEOшник. Для этих целей попробуйте использовать нашу матрицу популярных вопросиков. Эти вопросики сейчас вы увидите на экране. И обратите внимание, вопросики в борже и вопросики в рунете могут немного отличаться. И самое главное, в каждой нише есть еще особые слова, которые генерируют расширенные сниппеты. Например, всякие там характеристики, рецепты, они могут генерировать только в своих нишах определенные вариации расширенных сниппетов. Поэтому возьмите эти слова, вооружитесь семантическим ядром и попробуйте каждому слову, важному слову, высокочастотному запросу сопоставить эти запросики. И, возможно, сгенерируйте те самые подсказки. Подсказки-вопросы также можно найти в серпстат. И посмотрите, как это можно сделать. Как вы видите, всего лишь за несколько нажатий вы можете вывести сразу все вопросы и скачать их, и обработать их, проверить на расширенные сниппеты. Также очень важно обратить внимание, что когда вы парсите расширенный сниппет, появляется блок, так называемый по-английски related questions, или похожие запросы, похожие вопросы. И в этих похожих запросах тоже находятся расширенные сниппеты. Именно так можно собрать всю семантику по расширенным сниппетам, просто поймав всего лишь один. И иногда, если вы хотите написать статью копирайтеру, вы можете взять один расширенный сниппет, взять, развернуть еще оставшиеся четыре расширенных сниппета, и скачать оттуда ответы, и фактически создать свою идеальную статью. И это у вас займет минимум времени. Это копирайтинг 2022. И вы можете запомнить, что это будет будущее. И об этом мало кто что знает. Обратите внимание, что блок related questions, по факту похожие запросы, это бесконечная лесенка. Но чем дальше вы ее разворачиваете, тем менее похожими запросы могут становиться. Поэтому обращайте внимание на степень родства первой четверки запросов, которые там вывалятся. И не старайтесь разворачивать все подряд. Иначе ваша семантика уйдет очень далеко, и контент вам непонятно будет, как обрабатывать. Постарайтесь собрать все расширенные сниппеты, в частности текст расширенных сниппетов, в какую-нибудь таблицу. Например, как мы это сделали. И сделали мы даже для этих целей специальный собственный внутренний инструмент, который их собирает, те самые сниппеты. И сохраняет их, удаляя дубли из запросов. Да, мы очень прилично потели, теперь у нас есть такой инструмент. Поэтому, если вам нужно собрать семантическое ядро по расширенным сниппетам, пожалуйста, обращайтесь, я с удовольствием для вас его соберу. Потому что у нас уже здесь набита рука, мы научились делать это быстро и качественно. Готовый результат работы по расширенным сниппетам, это вот такая вот табличка, где вы можете увидеть заполненные поля запроса, самого текста расширенного сниппета и ссылки, по которым вы можете найти, где конкретно в контенте этот расширенный сниппет находится. И поэтому, действительно, такая семантика имеет колоссальное значение для человека, который будет писать контент и будет с ней работать. В частности, внедрять это. А что нужно? А нужно всего лишь адаптировать у себя контент на похожий, как есть в расширенном сниппете. А теперь переходим к технической части, как хорошо написать абзац, который полюбит Google. Секреты, которые вам нужно знать. Секрет первый. Научитесь четко отвечать на вопрос. Старайтесь отвечать в одно предложение, не повторяя слова в этом же предложении. Во-вторых, постарайтесь избежать воды. Никакой воды практически в расширенных сниппетах нет. Вы можете проверить. Они могут быть очень заспамленными. Но воды там нет. Ни одной вводной, ни одной лишней фразы. Вы можете воспользоваться сервисом Text.ru, в котором вы можете проверить все ваши написанные тексты на воду. И скорее всего удаление воды поможет получить этот самый рафинированный сухой расширенный сниппет. Затем убедитесь, что ответ на ваш вопрос ясен и очень отлично отображает контент на этой странице. То есть максимально точно вы ответили на этот вопрос. И конечно же постарайтесь сделать так, чтобы ваш ответ, который вы формируете, чаще всего, если мы говорим про расширенный сниппет определения, находился в размеченном блоке параграфа. В размеченном блоке как раз боди вашей страницы. Не в навигации, не в подвале, не в шапке, а именно в основанной боди вашей страницы. Вы можете обработать запросы очень просто. Попробуйте использовать важный запрос, который вы берете в расширенном сниппете, как заголовок. А первому абзацу уделите как раз ответ на этот вопрос. Из расширенных сниппетов, которые вы получили из похожих запросов, сформируйте оставшийся контент, который дополнит этот абзац. Возможно, вам придется удалить приличный пласт своих статей, которые вы пересматриваете. Ведь для того, чтобы найти, что переписывать, вам нужно взять запрос, добавить сайт двоеточия, свой домен. И после того, как вы это сделали, конечно же найти релевантную страничку у себя. И вам придется исправлять контент, который у вас есть. По поводу расширенного сниппета определения. Что нужно знать по поводу длины абзаца? Средняя длина абзаца по нашим исследованиям составила на самом деле где-то 230-240 знаков. Встречались, конечно, и гиганты в 330 знаков, но это больше редкость и чаще всего из-за спецсимволов. И мы вышли на определенную длину 300 знаков с пробелами, которые уже там есть. Поэтому 300 знаков это предел, по которому вы можете получить расширенный сниппет. Старайтесь сокращать меньше 300, поэтому очень удобно текст для расширенных сниппетов писать, конечно же, в Excel, в той самой таблице, которую вы получили. Писать просто напротив в свою версию расширенного сниппета, делать своеобразный технический рерайт. Нужно искать слабые моменты в расширенном сниппете конкурента, ведь не всегда попадая туда очень хорошее определение, иногда слишком расплывчатое, иногда слишком неточное. Напишите свое, которое будет более точным, менее расплывчатым и действительно классным. Помните, что вы можете даже не найти расширенный сниппет, но об этом быть чуть позже, если вы его не нашли, но запрос, по идее, должен его генерировать. Обязательно досмотрите это видео до конца и расскажу, что нужно сделать. А теперь переходим дальше к определению. Очень важный нюанс. Микроразметка не важна. Никакие фактпейдж не нужны. Ничего не нужно для получения расширенного сниппеля. У вас просто должен быть написан HTML текст в чистой развертке, без лишних блоков, именно с чистым HTML кодом, поэтому пользуйте специальными тулами для очистки HTML кода, если вы переносите контент с Word, например, в статьи, потому что иначе это будет у вас потом проблема. И расширенный сниппет получить, скорее всего, у вас не получится. Вот очень важный момент вы должны понимать, вы должны ориентироваться на расширенный сниппет, который есть уже у вас в примере и делать его максимально похожим. Не пытайтесь писать полную отсебятину, пишите конкретно и максимально похоже на то, что есть у этого расширенного сниппета. Для многих копирайтеров это просто тихий ужас и шок, потому что они привыкли рерайтить, набивая ключевыми словами, а здесь нужно уметь писать кратко и сухо. И поэтому копирайтеры, которые просто вы платили за количество знаков, здесь не подойдут. Здесь подойдут действительно опытные специалисты, которые умеют формулировать мысли и делать это очень лаконично и точно. Поэтому однозначно, если ваши копирайтеры пишут ерунду и чепуху, обязательно стоит сменить их. Поэтому вы можете посмотреть, что профессия копирайтера умирает. Я снимал про это ролик, можете глянуть его, я там затрагивал эту тему. Почему копирайтинг в текущем виде неконкурентно способен и копирайтеров многих нужно переучивать. Как сделать классное определение? Начинайте с ключевого слова. Вроде бы понятно. Затем добавьте тире. Именно тире поможет вам, потому что чаще всего этот знак игнорируют. Все ставят либо дефис, либо вообще ничего не ставят и просто пишут это. Тире отлично поможет как раз именно вам доказать, что это определение. Если это касается вопроса, ключевое слово это. Самое популярное определение, которое вы можете проверить в расширенных сниппетах. Ну и конечно же старайтесь уложить ваши определения либо в одно большое предложение, либо в два. Но не в три. Три не работает. Мы измеряли расширенные сниппеты с тремя предложениями. Это динозавры, которые очень редки. Как вы видите, пример. Я сейчас вам показываю вот его. В этом примере вы можете увидеть, как выглядит уже готовая работа по оптимизации контента. Вот вы видите запрос. Напротив это старый расширенный сниппет, который мы нашли. И запрос, который новый расширенный сниппет. На момент записи этого видео у клиента было всего лишь шесть расширенных сниппетов. Сейчас их больше 60. И их количество растет. Мы за этим постоянно наблюдаем. Вы можете стать нашим клиентом. Для этих целей просто напишите нам. И мы, конечно же, поможем оптимизировать ваш контент. Ведь многие тренды меняются. Переходим к другому типу расширенных сниппетов. Это списки. Как получить расширенный сниппет список. Инструкция от SEO Quick. Мы заметили, что предельно максимальная величина списка, который чаще всего выводится, это 8 пунктов. Научитесь считать до 8 и дальше не считайте. Иначе, возможно, даже ваши топы не будут там показываться. Вычисляйте те топы, где количество может быть ограничено. Топ 5 хороший вариант. Топ 6 тоже хороший. Топ 10 уже сложный. Поэтому оптимальная длина действительно 8 пунктов. И очень важно старайтесь, чтобы, как говорится, в списке не было более там 10-12 слов на весь ваш список. Если будет слишком много, список будет обрезан. И если вы сделаете гигантский список, он, возможно, только фрагмент его попадет в расширенный сниппет. А Google не любит выдирать малую часть из списка. Он любит выдирать 80 или там 100% всего списка. Если у вас слишком гигантский список, возможно, он вообще не будет показан. Поэтому старайтесь быть лаконичными и формулируйте мысли ясно. Как Google узнает, что надо использовать ваш контент в списке? Для этих целей существует несколько трюков. Если это статья, то элементами списка могут быть заголовки H2. Google берет заголовки H2, они для этих целей используются достаточно короткие. Например, название приложений. Ваша статья, например, посвященная топ-программ, там, не знаю, топ-плагинам в WordPress, там, для перевода сайта. И у вас в статье их там 5 штук или там 6 штук. Да, 2 они работают, поэтому там делайте какое-то там 6-8, вот 5-8 хорошо работает. И H2 у вас ничего другого, кроме просто названия сайта. Чем короче слова, тем более вероятно, что Google зацепится за вашей H2. Но постарайтесь почистить код, чтобы у вас не было лишних H2. Некоторые вещи надо размечать при помощи стилей, но не заголовков. HTML заголовки касается только контента, который в данный момент читает пользователь. Иногда многие допускают ошибку и размечают там слова контакты, отзывы заголовками. Это грубая ошибка, с которой вы расширенный степет, возможно, вообще никогда не получите. Поэтому проверьте свой сайт на предмет таких ошибок. Мы эту аналитику делаем регулярно и анализируем структуру заголовков H2, H3, H6 на сайте и вылавливаем такие ошибки. Ведь многие говорят, что это не важно. Нет, это важно. И расширенный сниппет иногда попросту из этого не получите. Другой тип получения списков, конечно же, это использование HTML списков, так называемых маркированных и нумерованных. То есть в маркированной списке используется код UL, нумерованные списки OL. Эти коды вы можете использовать в HTML, это нужно для этих целей просто знать базовое знание HTML. Но если у вас проблемы с базовым знанием HTML, но у вас сайт на WordPress или на какой-то простой CMS в визуальном редакторе, чаще всего эти списки просто присутствуют по умолчанию и их нетрудно найти. 6% сниппетов чаще всего попадают в табличный тип. Именно этот тип сниппета стал новинкой. И новинкой стал для многих. Потому что никто не знал, что вы сможете получить расширенный сниппет по запросу цена. И тут, как я говорил, что многие владельцы интернет-магазинов встрепенулись. Ведь категории магазинов перестали часто получать расширенный сниппет по фактпейджу, про что я записывал видео уже очень давно. И это видео теперь касается только больше всего страничек услуг. А вот для интернет-магазинов открылись врата. Врата расширенных сниппетов таблиц. Как это выглядит? Обратите внимание. Попробуйте вбить в гугле запрос кирпич силикатный и добавить слово цена. Обратите внимание, что появляется расширенный сниппет для таблички. И именно этот расширенный сниппет для таблички колоссально отличается. Потому что он выглядит как таблица. И здесь вы увидите, что он занимает первое место. И в контенте на самом деле такие таблицы выглядят очень оригинально. Чаще всего это просто обычная табличка где-то внизу контента. Просто и со вкусом. Без каких-либо сложностей. Именно так выглядит расширенный сниппет и его получить очень легко. Для получения расширенного сниппета таблицы нужно знать несколько простых нюансов. Во-первых, нужно неплохо уметь разбираться, как делать таблички в HTML. Здесь у многих будут сложности. Потому что многие делают таблички, они имеют либо невидимые линии, либо выглядят сверсткой ужасно. Поэтому нужно уметь грамотно их верстать, чтобы они и на мобилке выглядели адекватно, и на десктопе выглядели не ужасно. Поэтому чуть-чуть набить руку по созданию табличек вам нужно. Попросите вашего дизайнера, чтобы он нарисовал стили для ваших таблиц, чтобы они выглядели не так ужасно, как в показанной мной примере. Но Google это все равно. Просто для того, чтобы ваш контент не выглядел слишком плохо. Ну и конечно же важное замечание. HTML верстка таблицы должна быть только в коде Table. Именно и так используется в HTML кодировании размещение таблицы. Никакие другие линии, просто там какие-то там блоки не нужно. Только строго Table. Google понимает буквально. Как мы говорили, он в HTML коде вылавливает заголовки, списки, и теперь еще отдельно вылавливает таблицу. С таблицей тоже есть определенные нюансы. Количество колонок для таблицы строго ограничено. Именно колонки определяют, будет Google использовать эту таблицу для полезной части или не будет. Первая колонка чаще всего это перечисление каких-либо товаров, пунктов, услуг, чего угодно, каких-то видов. То есть первая колонка посвящена чаще всего текстовому блоку. В то время как вторая колонка чаще всего содержит какой-то цифровой контент, но не строго число. Там может быть от чего-то, от чего-то, писаться рядом валюта, джоули, килограммы. Нейросеть прекрасно понимает, что это какое-то числовое значение. Оно не как Excel буквально воспринимает точку, запятую, там и такие вещи. Оно воспринимает именно в том виде, как оно есть. Вроде бы поле текстовое, но оно содержит числа. И чаще всего первая строка, точнее всегда первая строка, не имеет никаких полезных пунктов, кроме названия таблицы. Да, то, что мы называем в Excel закрепленная ячейка. Так вот, эта закрепленная ячейка должна четко содержать без лишних слов, без лишних ключевых слов. Там, например, наименование, вторая колонка, первая строчка, количество, либо цена, запятая и валюта, или количество, запятая штук, шты. И именно здесь надо соблюдать некий стандарт и классику. Копируя таблицу у конкурента, просто копируете эту строчку в том виде, как она есть. Заполняйте своими данными, вставляйте свои значения, делайте таблички лучше, чем конкурент. Ну и, конечно же, получайте свои расширенные сниппеты, даже там, где еще у конкурентов их нет. И сейчас я расскажу то, что я обещал. Как получить расширенный сниппет, если его еще пока нет в Google. Как я говорил, количество расширенных сниппетов растет каждый год примерно на 20%. И их количество будет расти постоянно. Google совершенствует поисковую систему, совершенствует поисковую выдачу и старается отвечать на поисковые запросы сразу в выдаче. И многие запросы, как я говорил в том моменте, являются маркерными. И эти маркерные запросы вы можете сгенерировать самостоятельно. Для этих целей попробуйте пересобрать ваше семантическое ядро. Просто пересобрать. Возьмите все ваши ключевые заголовки из ваших запросов. Соберите к этим запросам тезаурус. Тезаурус – это такие слова, которые в вашей нише являются как бы синонимами, смежными. То есть, которые, возможно, не учитываются в вашем контенте. Но они нужны. И прицепите к этим всем запросам. Хорошо подходит как раз сбора поисковых подсказок Яндекс.Директ. В Яндекс.Директе, в частности, Яндекс.Вордстате, соберите семантику. Помните, она геонезависима, если мы говорим про русский язык. Для украинского языка можно просто перевести. Почему я говорю про Яндекс.Вордстат? А гуглом собрать семантику сложно. Здесь определенные трудности. Здесь, конечно, поможет серпстат, который действует по тому же принципу. Он генерирует запросы, но уже это сделал за вас. Возьмите список вопросов маркерных ключей, добавьте их в фильтр. И соберите все варианты подсказок, которые возможны к вашему ключевому слову. Это займет время, поэтому вам подануется какой-нибудь платный тариф для того, чтобы собирать такую семантику. Либо вы можете обратиться ко мне, и я вам ее соберу. Собрав такую семантику, сделайте поиск релевантных страниц под эти ключи для вашего сайта. Просто напротив каждого ключа сопоставьте релевантную страницу. Если она будет не целевой, удалите ее. Если вы видите, что совсем не целевая подошла, значит там, где удаленная, где будет пусто, нужно создавать новый контент. А где нашлись релевантные страницы, нужно переработать старый. И переработать по этому же принципу, зная, что у вас еще расширенного сниппета нет. У вас нет примера. Вы не знаете, какой он будет. Но постарайтесь написать по этому же рецепту тот самый расширенный сниппет и внедрите его на нужной страничке вашего сайта. Может быть, Google выберет ваш контент первым. Но еще должны вы кое-что знать напоследок. Все запросы, по которым генерируются расширенные сниппеты, они находятся в топ-10. В топ-10, поэтому есть единственный вариант проверить, что у вас имеет потенциал. Из всей семантики снимите позиции. Когда вы снимете позиции, когда вы будете искать релевантную страничку в том же кейк коллекторе, вы, сняв позиции, отсеките все, что не имеет, ну, как говорится, не входит в первую десятку. Просто уберите их. А до них еще дойдет очередь позже. Их нужно оптимизировать. Под них нужно создавать контент. Все, что находится в топ-10 и имеет релевантные страницы, с этим нужно работать. Как вы видите, работы много. И нужно будет уже не заниматься сейчас. Поэтому я буду рад лайкам, комментариям. Конечно же, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик, следите за нашими подкастами и статьями. Также я жду всегда вас на наши курсы. У нас сейчас уже выходит несколько курсов на канале SEO Quick. Новый курс про семантическое ядро на подходе. Поэтому я всем желаю в этом году побольше продаж, повыше позиций, пережить ноябрьский апдейт, ну и, конечно же, получать релевантный трафик. Всем пока!